Я выключил запись. Ну ты что? Все, поехали. Сегодня наш урок пройдет в таком формате. Посмотрим на доску. Здесь написаны такие слова. Если скажешь мне, я забуду. Покажешь мне, я запомню. Дай мне действовать самому, и я научусь. Сегодня мы вместе с вами будем действовать, учиться. И, конечно же, я буду вам много показывать физических опытов. Тема у нас с вами сегодня. Свободные колебания. Свободные механические колебания. Обратите внимание на доску. Здесь у нас представлен некий механизм. Что это? Что это? Что это? Ну, вспоминаете. Это пружинный маятник. Изображен он таким образом, что запустили маятник, и рулоны с бумагой у нас двигаются. А шарик на конце пружины у нас находится с ручкой. И он чертит вот такие волны. Они называются колебаниями. Вообще, в мире колебаний очень много. Например, колебания – один из самых распространенных процессов природы и техники. Где вы можете встретить колебания в природе? Вася. Что ты говорила уже, по-моему, качели. Да? Это пряк. Качели. Дальше. В природе, да? В природе техники. Дальше. Крылья насекомых, кив в полете – это тоже будет своим образом колебанием. Вот так они двигаются у нас. Колебания? Нет. Да или нет? Да. Давай. Как-то не уверенно. Естественно, деревья, высотные здания, высоковольтные провода – все это под силой ветра двигается, шевелится. И тоже появляются колебательные движения. Ну и, конечно же, маятник заведенных часов, автомобильный рессорок во время движения. Все это является колебательным движением. Ну и, конечно же, уровень веки в течение года и температура человеческого тела при болезни тоже будут колебаниями. Вот недавно мы с вами разговаривали о поводу повышения цен. Например, повышение цен – они повышаются, понижаются. Это же тоже колебания, да? Да, нет? Да. Все, ты жаловалась, мрожен. Дорожает. Колебания в живых организмах. У нас есть сердце у каждого человека. Оно у нас бьется. Вот таким образом. И легкие у нас тоже двигаются. Тоже колебательные движения. Ну и признаком колебательного движения является его периодичность. Давайте с вами это запишем. Признаком колебательного движения является его периодичность. Один из великих ученых, великих физиков, итальянских ученых, Галилео Галилей, уже в студенческие годы, увлекся изучением колебаний. И он обнаружил, что колебания маятника не зависят от его массы, а определяются длиной подвеса или длиной нити, на которой подвешен брус. Сохранилось предание о том, как молодой студент, медицинского факультета, Галилео Галилей, в одном из воскресеньевых 1583 году с интересом следил за качаниями зажженных лампад в церкви. Случались вы такие? В церкви с кодилом поле освещали. И по ударам пульса Галилео Галилей определил время, необходимое для полного размаха лампад. То есть эти подсвечники, которые ему так раскачивались с ветром, он по своему пульсу определил время полного размаха лампад. Дальше христиан Гюгенс, тоже физик, математик, механик, астроном, опираясь на исследование Галилео, решил ряд огромных задач в механике. В 1656 году, в возрасте 27 лет, им было сконструировано первые маятниковые часы со спусковым механизмом. То есть это часы с лукушкой, все это маятниковые часы называются. Дальше. Виды колебаний. Виды колебаний. У нас есть механические. Такие качели небольшие. Дальше. Электрические. Электромагнитные. Химические. То есть их всего 4 вида. Механические, электромагнитные, химические и еще какие? Термодинамические. Всего 4 вида. 4 вида колебаний. Механические, электромагнитные, химические и термодинамические. Дальше мы с вами запишем определение. Что такое колебания? Колебания это движения, которые точно или приблизительно повторяются через определенный интервал времени. Движения, которые точно или приблизительно повторяются через определенный интервал времени. И сегодня с вами разберем конкретно механические колебания. Механические колебания делятся также на 2 вида. Это свободные и вынужденные колебания. То есть у механических колебаний у нас есть 2 вида. Свободные и вынужденные. И также запишем, что вынужденные колебания это колебания, происходящие под действием внешних сил. А свободные колебания это колебания, происходящие под действием внутренних сил. После того, как система была выведена из состояния равновесия. Успевайте. Два вида механических колебаний. Свободные и вынужденные. Где вынужденные это колебания, происходящие под действием внешних сил. А свободные, происходящие под действием внутренних сил. Заказаем. Продолжим. И естественно, колебательная система. Что же такое колебательная система? Это система тел, которая способна совершать свободные колебания. Система тел, которая способна совершать свободные колебания. Это все есть колебательная система. Условия возникновения свободных колебаний. Во-первых, это тело должно быть первоначально выведено из положения равновесия. То есть мы вывели, например, у нас есть некий математический маятник. Он сейчас у нас находится в равновесии. Никуда не шевелится, а почти нет. Если мы выведем его из состояния равновесия, отведем груз чуть дальше и отпустим его, естественно, у него появится колебательное движение. Далее. Равнодействующая всех сил должна быть отличной от нуля и направлена в положительное равновесие. Спешим. Что условия возникновения свободных колебаний. Это первое. Тело должно быть выведено из равновесия. Второе. Что равнодействующая всех сил должна быть отличной от нуля. Третье. 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 Обязательно должно быть мало. То есть, это у нас со свободными колебаниями. Если будет трение в системе, что у нас с лайф��čеком будет? Четвертое. Естественно, существует одно положение равновесия, в котором равнодействующая всех сил равна 0. Только одно положение равновесия есть. Ну что ж, теперь мы идем с вами к величинам, характеризующим колебательным движением. Вообще какие величины знаете? Сантиметр знаете? Миллиметр знаете? Они как-то связаны с колебательным движением? Да? Сантиметр, миллиметр с колебательным движением связаны. У нас есть такое определение, как амплитуда колебаний. Что же такое амплитуда колебаний? Амплитуда – это модуль наибольшего значения изменяющейся величины. Здесь у нас на доске представлено два вида маятников. Один из которых – математический маятник. Вот он, первый. И второй – это пружинный маятник с грузом, где пружина подвешена и в пружинке также висит еще груз. Чуть позже мы с вами конкретно познакомимся с ним. Дальше. Период есть такое определение. Период – это время, за которое совершается одно колебание. Вот у нас как раз представлен математический маятник. Период находится по вот этой формуле. Т – это период. Т большой – это период. Измеряется он в секундах. И вот таким вот образом мы можем с вами изобразить в виде чертежа на гармонических колебаниях. Периодом будет являться возвращение графика, вот например он у нас начался, в точке 0,0. Когда прошел он полную амплитуду, т.е. выше нуля поднялся, ниже нуля поднялся и вернулся опять на ось ОХ. Это и будет периодом нашего колебания. Продолжим? Дальше. Частота. По чистоте что-нибудь знаете? В чем измеряется чистота? Частота измеряется у нас в герцах. Вообще чистота – это число колебаний, совершаемых за одну секунду. Частота – это число колебаний, совершаемых за одну секунду. Частота обозначается у нас буквой ν. Как я и сказал, она измеряется в герцах. И вообще частота этой единицы измерения названа в честь немецкого физика Гельмиха Гейтса. Примерно с такой частотой в один герц берется человеческое сердце. И вот эта формула нижняя, где ν равно единице деленное на Т. Т – это что еще раз? Т – это период. ν равно единица деленное на период. Так мы можем найти все равно. Если у вас есть период, можно найти частоту без проблем. Дальше. Виды маятника. О них я вам уже рассказывал. Это математический маятник, где модель колебательной системы представляет собой небольшой груз подвешеный на длинной нити. Обязательно будут длинные нити в таком формате. Дальше. Конечно же это пружинный маятник. Пружинный маятник – это модель колебательной системы. Подвешенный грузик на пружинник. Вот у нас есть пружина. Подвешиваю груз, запускаю, и у нас работает колебань. Это как находятся периоды колебаний на разных маятных, на математических и на пружинах. Весь математический маятник. Период его колебаний зависит от длины нити, а в пружинном маятнике – от массы тела. Вращательные движения головы влево-вправо пять раз. Хорошо. Вращательные движения головы подбородком, касаясь влево-вправо. Здесь коснулись, здесь коснулись, тут коснулись, тут коснулись. Ну и, конечно же, наклоны головы – лево-вправо. Поехали, так, вытянули, так, вытянули. Устали, наверное, на седьмого ноги, да? Пора отдохнуть. Правильно, Люба? Достаточно присаживайтесь. Размялись. Ну а теперь вспомним то, что сегодня мы с вами… Здравствуй. Здравствуй. Нету. Здравствуй. Нету. До свидания. До свидания. До свидания. Надо было табличку подключить. Итак, вспомним, что у нас сегодня, что мы сегодня с вами изучили о математических майниках и пружинных майниках. При увеличении длины нитей, период колебаний, увеличится или уменьшится? Не изменится. Увеличили? Нет. При увеличении длины нитей, период колебаний у нас уменьшится или увеличится? При увеличении длины нитей, период колебаний, ваше слово? Уменьшится. Увеличится. 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 Или уменьшится? Увеличится. При увеличении длины нитей. Увеличится. Увеличится. Дальше, период колебаний, пропущенное слово, от массы груза. Период колебаний в математическом маятнике от массы груза. Изменится? Нет. Уменьшится. Нет? Да. Я вам это говорил. Он зависит только от лица. Он зависит только от длины нити, соответственно, от массы груза. Нет. Не изменится? Нет. То есть не зависит. Дальше. От амплитуды. Амплитуда. Что это такое? Мы с вами записали. Амплитуда, мотор, наибольшее значение замеряющее начало. Угу. Изменяющее. Так что, период колебаний от амплитуды изменится, изменится, увеличится, уменьшится. Станется прежде? Нет. Уменится. Уже слово. Изменится. Уже слово? Слону к другу. 50 на 50. Подсказку зала возьмем? Подсказку зала. Я. 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 Не изменится. Не зависит никак амплитуда, то есть не влияет амплитуда на период колебания нашего математического маятника. Дальше, поехали по пружинному маятнику. При увеличении коэффициента жесткости пружины в период колебания. Вспомним, да? Пружинный маятник, вот он у нас. Коэффициент жесткости мы увеличили, то есть пружина стала жестче у нас. Период уменьшится. Период уменьшится. Окончательный ответ. Да, уменьшится. Уменьшится. Точно? Да. Убеличится или уменьшится? Уменьшится. Уменьшится. Проверяем. Уменьшится. Давай. Дальше. На пружинном маятнике. Что с ним будет? Если мы его повесим сюда, в другой грузик. Вот такой грузик мы повесим. Вот этот. Большой. Что? Кривание не будет? Кривание не будет. Если маленький? Уменьшится. При увеличении там не будет. А при увеличении? Нет. Вот это у нас 120 было. Допустим, вот это у нас 150. Вот мы его повесим сюда с вами. На пружинном маятнике. И что? В период колебаний увеличится, уменьшится? Изменится? Увеличится. Увеличится. Увеличится? Да. Увеличится. Можно по среднему слову. Проверяем. Естественно, он увеличится в период колебаний. Дальше. В период колебаний от амплитуды, блин, это зависит. На пружинном маятнике. В период колебаний от амплитуды зависит? Не зависит? Вообще не зависит? Совсем не зависит? Целом от другого? Будет зависит. Будет зависит? Да. Правильно? Да. Не зависит. Увы и ах. Ну что ж. Сейчас с вами порешаем задачку на эту тему. Задачки очень простые. Здесь вам по графику нужно определить, найти амплитуду, период и частоту колебаний. График у нас представлен. Смотрите внимательно на график. Читайте задание. Пишем? Все легко и просто. Чего сложных нет? Нет. Возникли сложности. Возникли сложности. Может вы не знаете, как что-нибудь найти. Найти флорумы, которые с вами записали. На этом нужно амплитуду, период и частоту колебаний. Очень простые. Как все хватит. Хамперы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова costs 12 метров.